физика в скайриме шевелящиеся на бегу прически развивающиеся плащи и прочие ссаны тряпки в которые замотан ваш персонаж прыгающие сиськи и колышащиеся жопы да хватит паританство играть как будто вы сюда пришли ради прическа серьезно колышащиеся сиськи и прыгающие жопы детишки красивые анимации для суровых нордов с топорами и для милых бретонок и прочего женского населения а также многое другое ну то есть ничего кроме перечисленного сегодня я раскрою тайну как заставить все это работать на ваших глазах органианин исполняет ритуальный танец рановского гуся а это значит что в эфире рубрика танцы с бубном и так сегодня в программе я научу вас как установить с помощью мода органайзера реплейсер на игровые тела покажу как подключить псевдо физический движок чтобы все это шаталось и колыхалось под этим я подразумеваю не только части тела но и доспехи с прическами и прочими сережками далее я научу вас как использовать утилиту body slide и настраивать физику для доспехов из модов как впрочем и для стандартных sky римских тряпок затем покажу как установить знаменитый движок анимации о са с его и поныне актуальным под модом о секс кроме того я покажу как при помощи утилит добавлять любительские анимации из разных модов свою сборку и запускать их при помощи о са любые анимации от диско танцев до стриптизы или пост для красивых скриншотов все это может показаться вам сложным да местами это действительно хлопотно но глаза боятся руки делают при должном терпении и в точности следуя инструкции вы за короткий промежуток времени сможете не просто заставить все это работать а еще и понять как это работает и возможно даже понять то чего не понял я приступим давайте сразу оговорюсь я буду рассказывать про специальную версию sky рима почему потому что у меня ни разу не возникло проблем с физикой на легендарной версии она вшита почти в любую сборку более оптимизирована и в целом проблем с ней вроде как меньше однако если вы столкнетесь с непонятными моментами я почему-то уверен что инструкция по установке на legendary edition ничем не отличается по сути от инструкции для special edition которые я сейчас вам дам потому как работает все это по одному и тому же принципу зато вот с подключением физики для special edition связана некая харистоматийная боль моя дырка задница полторы старых наполовину не актуальных инструкций на английском языке шепелявыми не проговаривающими слова до конца дикторами а это прям то что я люблю и вишенка на торте вас еще и отсылают на японский сайт который кстати уже не работает где просто найти нужную ссылку и скачать по ней файл уже целое приключение выматывающие не меньше чем полное прохождение sky рима за одну ночь итак начинается эпопея с установки реплейсера тела на стандартных телах все это работать не будет вы можете подбирать любой по вкусу главное следите чтобы в описании было сказано что есть возможность подключения физики самым распространенным считается тело юн пи и у него есть разновидность юн пи би ти би прям не аббревиатура автосигнал какой-то в них уже есть возможность подключения физики считается также что на нее больше всего красивых доспехов спешу вас разочаровать это не так тело си би би и которые я буду называть цбб и и которые как раз таки буду использовать сегодня имеет хороших доспехов не меньше плюс немало из версии юн пи было портировано и под цбб и самое для вас главное доспехов с физикой больше именно для цбб и да и формы там поинтереснее потому то я этот плагин и выбрал приступим к установке через мод органайзер это делается элементарно просто открываем архив и попадаем в меню сразу видим возможность выбора формы худой толстый и стандартный по вкусу кто вам там больше нравится далее вариант нижнего белья как видите мод предусматривает нормальные женские тела в одежде аж в двух вариациях вот один из них я и выберу но не из-за природной скромности просто youtube не любит наготу в отличие от нас с вами верно слонишиты далее важный пункт варианты одежды если поставить галочку можно будет все варианты игровой тряпичной одежды подогнать к телу а главное подключить к ним физику обязательно ставим остальные опции по вкусу готова проверяем нормуль но чё-то не хватает например текстур получше можете скачать любой текстур пак по вкусу вот так думаю лучше и так в мод органайзер есть возможность создавать и так называемые сепараторы по простому разделителю чтобы было удобнее выстраивать последовательность вот для этого самого удобства создайте один такой назовите его например физика и второй назовите его скажем остальное и уже в нужных рамках давайте будем выстраивать правильную последовательность сперва должен идти сам мод cbbe текстуры к нему можно ставить в любое место главное чтобы ниже мода чтобы они перезаписывали его собственные давайте я сразу же для наглядности подключу какой-нибудь мод на доспех с физикой как видите пока что все это выглядит как хрень собачья если вы видите такую картину значит физика не подключена или подключена но неправильно налюбовались теперь приступим к внедрению физики сразу говорю что касаемо теории я могу немного ошибаться в этих разновидностях скамп ногу сломит главное чтобы на практике все работало и так как мне известно существует hdt физика и cbp физика cbp это такая псевдо физика когда вышло переиздание все сложные скрипты пришлось резко переписывать и это оказалось весьма непросто поэтому в качестве временного заменителя стандартной hdt физики придумали псевдо физику у нее тоже несколько разновидностей но сейчас не об этом на данный момент существует hdt smp физический модуль являющийся мостом для подключения hdt физики к телу ну и сам модуль hdt физики для передания физической модели всему на что хватит фантазии мододелов шарфы амулеты серьги и прически элементы доспехов есть в этом всем один изъян иногда коллизии места столкновения предметов физической моделью прорывает и они проваливаются друг друга расчеты сбиваются игра начинает дико тормозить случается это редко но все же тут может помочь перезапуск или смена локации то бишь перезагрузка физического движка который происходит при смене локации однако все еще существует и модуль cbp физики он не придает движение плащам и прочему только частям тела считается менее физически реалистичным с одной стороны с другой меньше нагружает машину с третьей стороны физический реализм для любой физики здесь слово ругательное и все же я буду рассматривать именно полноценную физику прежде чем подключать физический модуль необходимо установить скелет xp32 кстати ссылки на все необходимое вы любезно обнаружите в описании не благодарите ну так вот этот скелет на деле является модулем который преобразует строение тела она перестает гнуться там где гнуться по идее не должно и начинает вести себя более реалистично но нас с вами больше интересует то что этот скелет необходим для работы физического движка а конкретно тело сама физика будет работать и без него при установке будет предложено выбрать варианты если вы разбираетесь в том что делаете выбирайте то что необходимо в нашем случае нужна именно расширенная физика то есть ничего выбирать не надо все уже выбрано следующие вкладки пролистываем очень рекомендую без нужных знаний экспериментировать с разными положениями оружия чтоб потом не материться в подушку обратите внимание на патчи совместимости если они вам нужны после установки скелета необходимо запустить вниз и пропатчить полученное скелет готов теперь ближе к плоти господа некроманты рад вам сообщить что в отличие от предыдущих версий физического модуля который приходилось выискивать по самым неведомым глубинам интернета куда даже кракены не заплывают новая версия лежит себе преспокойно называется она cbbe smp не перепутайте учтите что скачивать предпочтительно последнюю версию но именно smp они 3b там какие-то свои премудрости поэтому смотрим старые файлы находим последнюю версию вот она 1.7 и скачиваем ее затем скачиваете hdt smp там без вариантов и все это устанавливаете а затем расставляете в следующей последовательности cbbe ниже него hdt еще ниже smp еще ниже скелет x32 почти готова запускайте любуйтесь кстати я не просто так говорю запускать каждый раз игру мало ли вдруг она у вас будет вылетать с какими-то модулями тестовые запуски это необходимость и так пока что у вас либо голое худое тело но уже с физикой либо обычное но без нее это потому что вам нужен мод body slide его лучше разместить выше прочих названных но это не принципиально это не мод как таково эта программа которую нужно запускать в нашем случае также через мод органайзер она помогает настроить слайдеры то есть как будет выглядеть тело если у вас текстуры распакованы то их будет видно в окне предпросмотра если они в бса архивах как положено то будет вот это но в моем случае так даже лучше меньше блюрить придется как видите можно выбирать тип тела затем шаблон на любой вкус есть много таких шаблонов на том же нексусе обратите внимание что есть тела помеченные словом физикс нам нужны именно они если ищете голое тело то вам в ванилу если в стандартном белье то навернут если как в моем случае то он дресс или как он там читается заметьте что при помощи body slide меняются не только текстуры но и модели так что вы без переустановки cbbs можете спокойно прыгать между разными типами тела а здесь даже вот есть возможность частично отключить или видоизменить белье почти как установщики только без выбора цвета важно сделать следующее зайти в настройки и в графе путь к данным указать папку с модами в моем случае это mods и в ней папку куда будут складываться сгенерированные файлы я назвал ее cbbs physics это чтобы не засорять папку оверрайт и не мучиться с перетаскиванием файлов вот теперь спокойно жмете создать готова получившаяся папка стала отдельным под модулем ее нужно расположить ниже папки smp запускайте игру и любуйтесь результатом поздравляю только что вы внедрили физику в skyrim если у вас что-то не получилось не расстраивайтесь отдохните минут 20 дайте мозгам переключиться а потом попробуйте снова повнимательнее могу рассказать свою историю когда я писал этот сценарий я удалил все что сделал чтобы с нуля все сделать заново и наглядно показать это в итоге я два часа бился в попытках запустить физику но она никак не работала и когда я уже от бешенства готов был заорать а какого хрена я обнаружил что скопировал модуль не в ту папку потому он и работал занавес да защита дурака еще не придумали однако в этот раздел я могу порекомендовать еще несколько файлов по вкусу просто модами их язык не поворачивается назвать это например реалистик ragdolls enforce он делает физику более реалистичной а то откровенно говоря груди прыгают так что того и гляди мне по лбу стукнут и нокаутирует я также нашел config file призваны еще больше подправить физическую модель тела где его взял я не помню помню только что на nexus честно разницы не вижу просто лежит хлеба не просит его можно безбоязненно отключать в случае чего также существует мод equippable beasts tails он делает хвосты зверорас подверженными физике кроме того можно даже экипировать их на обычной расы для особых эстетов видимо но я знаю что некоторые так любят делать хвостики кстати не тупят хотя выглядят более короткими чем были сам я ими не пользуюсь но вы вполне можете все работает самые страшные позади как видите но я обещал еще рассказать про body slide допустим в припадке эйфории вы пошли на сайты с модами и просто начали качать все доспехи и предметы с пометкой hdt кстати это руководство к действию вы теперь можете себе это позволить только учтите что некоторые моды могут не работать просто потому что и вот вы наткнулись на какой-нибудь доспех типа супер секси сукоп xxl гроза махан буфера эдишн вот в описании сказано что эй если хотите физику используйте body slide это значит что доспех изначально сделан без расчета на физическую модель часто вообще даже для другого типа тела но с помощью body slide и его адаптировали и ты можешь физику подключить делается это также как и в прошлый раз запускаем body slide и ищем в списке нужный слайдер по названию мода ищем пометку физикс или smp и генерируем вуаля все работает но работа body slide еще не закончена настоятельно рекомендую также найти в списке слайдеры оригинала и сгенерировать руки ноги и хвосты чтобы случае чего не было швов или разрывов можете не делать но если появится швы вы теперь знаете как это можно попробовать исправить не факт что получится но вообще должно кроме того помните мы при установке cbbe ставили галочку на меню с оригинальной одежды именно поэтому перед нами такой большой список слайдеров в общем теперь всю легкую одежду оригинала можно подогнать под физику чтобы грудь и зад не чувствовали себя обделенными это долго и муторно минут 20 придется посидеть но результат обязательно будет доспехи разумеется исключаются было бы глупо если вы железные нагрудники прыгали в районе грудей кстати в первых версиях физики для legendary edition так и было готово граждане теперь вы можете искать себе доспехи одежду парики серги амулеты с физикой однако есть и тут подводный камень не иначе сам ктулку притащил если подобного добра для legendary edition было валом тот на special edition его ощутимо меньше например сережек я не встретил амулетов тоже то есть не факт что их нет просто я их не встретил а потом я и вовсе выяснил что есть несколько авторов которые делают отличные доспехи с физикой но загвоздка в том что труд этот не просто автору нужно на что-то жить ну в общем вы поняли патреон да они делают платные моды только не вздумайте их за это ругать это совершенно нормально это не имеет отношения никаким там стиме продаем и моды если посмотреть на работы патреона вы быстро поймете что большинстве своем это очень качественное изделие и в нескольких варианта к тому же и на это действительно уходит много силы времени так что если вы готовы тратить такие ощутимые для нашей страны суммы на подобные моды то вам и проще даже будет я вот точно понимаю что не готов я и так заплатил временем за все эти сборки пересборки адаптации записи роликов я просто хочу поиграть ну так вот иногда те авторы выкладывают урезанные версии доспехов в открытый доступ например в одной цветовой раскраски а в платную их скажем много а иногда в сети вдруг всплывают полноценные доспехи этих авторов остается гадать то ли это они подобрать и отдают некоторые безвозмездно в доступ то ли кто-то их честно купил а потом не совсем честно разбазарил трудно сказать еще труднее этим не воспользоваться сразу скажу nexus хоть и очень популярный сайт с модами самой популярной доспехи с физикой там найти трудно поэтому используйте и другие источники gamemods.ru здесь тоже не сильно поможет там очень мало авторских работ в процентном соотношении в основном это переводы nexus и тут на помощь приходит сайт loverslab.com да чего скрывать он в первую очередь предназначен для секс-сборг скайрима к слову самый полный библиотеки и мода секслаб с огромной прорвой анимации именно тут но именно здесь же я нашел самый большой пак с физическими доспехами к слову наткнулся я на него на этот пак через дискорд канал одного парня у которого вроде как есть небольшой канал на ютубе ссылку на канал я тоже дам ход свободный выход еще свободнее можете полазить там он вечно какие-то новые ссылки оставляет в том числе на патреоны в основном все это имеет эротическую направленность но иногда проскакивает и вполне сдержанный стиль а теперь давайте я покажу вам то что удалось найти мне эдакий модный парад скажу сразу что я не смогу найти для вас наверное все ссылки но по названию вы сможете найти нужные моды открывает парад мод ки с хардос hdd smp собственно это мод на физически реалистичные прически в ранней версии они не работали из-за несовместимости с физическим модулем времена ранней версии прошли год назад все давно работает к сожалению волосы лежащие на плечах и груди все же немного подколбашивает на иначе не скажешь есть какие-то инструкции как это нейтрализовать но лично у меня не получилось если получится у вас пишите письма обязательно расскажу об этом людям но в целом я стараюсь брать прически которые не сильно соприкасаются с телом ну или просто не заморачиваться тоже вариант перфекционизм это боль детишки также есть два мода юндао хайр и динт 999 первый с дополнительные прически плюс кажется парики к ним чтобы можно было напялить их еще и на спутников второй мод это эксклюзив для гейм-модс один ты их автор это набор качественных париков с физикой которыми я кстати сам пользуюсь для роликов с волосами общем то все это вполне хватит перейти бы к украшениям но единственное украшение с физикой который мне удалось найти это нефритовая заколка для волос от какого-то китайца мод назван непонятно как и вообще если бы не приставка hdt я бы его в жизни с таким вот оформлением не скачал хотя сама заколка красивая называется мод ксиао баи фа зан что в переводе с китайского означает не иначе как моя твоя язык ломал что-то китай от себя позволяет в общем ребят если у вас есть навыки и время и желание берете моды из legendary edition и конвертируйте их под special edition возможно вам потом будут за это петь дифирамбы вот очень неплохое платье несколько расцветок называется ceremonial dress настолько откровенно и что мне страшно что-нибудь не то знаете показать но есть одна загвоздка которая и дальше будет встречаться время от времени давайте я о ней расскажу помимо цвбе есть еще и другие тела вы знаете да и почему-то физиком ядренщиком полюбилось тело 3ббб с псевдо физикой как видите настройки hdt работают полы платишь и верится а вот сам модуль smp тут не участвует поэтому груди ягодицы неподвижны в чем проблема можно же установить это самое тб тело да можно но там есть минус активация физической модели для себя понажать у клавиши для npc тоже для каждого по моему отдельно плюс она еще и не работает у меня я не знаю какой гений догадался такой голематью сделать сдается впечатление что мод 3b создан больше для позерства и эстетики и любования персонажа нежели для игры так что в модах рассчитанных на 3b тело не будет вести себя по законам физики с другой стороны если вам важно не это а именно физика самого доспеха то проблем нет далее идет полноценный доспех elven death night arms точнее даже набор доспехов есть просто красивые латы слишком уж вычурные но красивые в трех расцветках черные серебряные золотые кстати ребят если вдруг вы сменили пол во время игры и попробовали напялись плащи то скорее всего они у вас будут отображаться неправильно это из-за скелета xp 32 как-то он к мужчинам менее толерантен что ли поэтому проблемы могут возникнуть если вы играете за мужского персонажа я боюсь не смогу сказать как решать эти проблемы но думаю вы справитесь сами далее идет мод с названием lemoria это тяжелый полуоткрытый женский доспех именно доспех кстати вполне нормально не вычурные лорно-дружественные так сказать и на нем в районе пояса висят некие побрякушки которые подвержены физике вполне интересно получается но был дресс очень красивый платье с физикой для боя разумеется не подойдет но для города и дома выглядит отпад забавно что в комплекте зачем-то идет корона вальнира к чему бы это смотрится как седло на корове кстати это касается и dark souls 3 там это корона тоже выглядит примерно также ордайн от сет сет эльфрида я не знаю почему в этом паке так много доспехов из dark souls и я знаю что существует отдельный мод на доспехи из этой игры с физикой но я так и не нашел рабочую версию хотя казалось бы популярной вещь зато вот в этой упаковке мне попались такие вот интересности я в этом точно поскорим уходить не буду но мало ли вдруг кому приглянется фантазия 7 вот этот мод уже проще найти находка с капюшоном интересная чем-то напоминает накидку красной шапочки только серую увы для тела 3b но волосы из-под капюшона и сама накидка работают ну а корсет затягивал я однажды этот самый корсет в таком не то что грудям сложно двигаться просто даже вздохнуть это уже целый подвиг дамы как вы это вообще терпите ну красиво не спорю это я кстати не про мод далее мод анти-кверт-плейн доспехи и сумрака по моим прикидкам этот парень из ола чиля если не понимаете о чем речь смотрите ролики серии перекресток миров 16 часов бодрого бубнёжа с массой повторений вам понравится ей так или иначе смотрится хоть и неуместно но красиво особенно с каким-нибудь светлым енби б-дор пак б-дор как я понял это аббревиатура авторских патрионоских доспехов надеюсь означает не б-дор у меня при этом странной ассоциации появляется ну да ладно при том не только доспехов встречается как суровые церемониальные бронетанкетки так и легкие доспехи юнисекс с красивыми плащиками и даже пара женских платья сюда затесались плюс оружие красивые тоже есть в наборе тут есть на что глаз положить очень толковый набор но еще более толковый набор как по мне это кайнхартс найт от того же автора здесь присутствуют самые крутые доспехи с плащом из всех что я встречал вы только посмотрите на эту прелесть плащ сделан на манер дарта малака одно плечо открыто за счет чего получается интересный визуальный эффект разве что только кольчуга длинная зато есть намордник смените прическу на классическую под ноль и все фэнтезийный средневековый малак готов 10 из 10 на кончиках дейдрической перчатки ну и под конец но вот это уже автора доспех кибелиус точнее как доспех одежда с крыльями можно их снять и тогда суровый сумрачный суккуб превращается девушку в ночнушке физически реалистичный разумеется мозг стоп спасибо вот такой вот набор был мной откопан на просторах интернета большому сожалению именно откопан потому как часто такие доспехи приходится искать с лопатой металлоискателем надеюсь у вас с этим проблем не возникнет возможно кстати это потому что я как-то неправильно ищу я никогда не исключал этот момент а мы тем временем переходим ко второй части ролика физика это замечательно но пришла пора анимации и так сперва уясните одно правило если вы подключили любой модуль содержащий анимации обязательно сканируйте игру вниз иначе она не заработает а теперь подробнее раньше было два способа воспроизведения анимаций модули о са и позар ходкис точнее есть и другие моды но они несуразные и неудобные потому что старые а эти два много лет дорабатывались и по моему даже некоторые из них дорабатываются до сих пор до современных стандартов знаете ли доводятся это я сейчас говорю о позар ходкис к сожалению и новые старые версии на special edition не работают точнее говорят что работают но мне так и не удалось заставить их работать у себя тем более новую версию требующую целую гору дополнительных модулей типа папируса и библиотек я потратил двое суток двое суток чтобы заставить все это работать но ничего не вышло возможно вы знаете рецепт успеха а я вместо этого пошел окольным путем мод о с а это фактически движок внутри движка целый модуль управления анимациями и ролевыми аспектами последний очень мудрёный а так и не понимаю честно говоря даже половина из того что там происходит но вот первое как раз то что нам нужно сам по себе этот модуль не несет анимаций в отличие от мода о секс по факту движок во многом под него и разрабатывался чего же греха таить устанавливается вам предельно просто подключается играется сам модуль о секс вы найдете в разделе библиотека он тут первый не перепутайте только вот почитать в этой библиотеке больше нечего видите ли на мысль о том что о с а разрабатывался под мод о секс наталкивает тот факт что за все эти годы упорных поисков да я не нашел ни одного другого модуля зато нашел дополнительные под модули для о секс типа волшебный секс или секс втроем в общем то их искать не надо они на той же странице самого мода ну и что тут сказать анимации эти очень красивые разнообразные их тут просто гора плюс удобная система навигации да еще и картинки нарисованы не разобраться практически невозможно но нас сегодня интересует иное да не делать такие глаза если подняться выше пункта библиотека попробуйте вдруг получится то вы найдете пункт осмотреть себя далее взаимодействовать и анимировать это и есть модуль анимации если вы подойдете к нпс и нажмете клавишу ном плюс то сразу появится меню осмотреть нпс можно как раздеть так и собственно тоже анимировать сразу скажу это не так удобно как с модом позар ходки с но что поделать однако сейчас список анимации у вас скорее всего пуст потому что предполагается что мы будем записывать их туда сами в этом нам поможет утилита о селектор и так вот например мы нашли мод с анимациями на танцы и хотим их по желанию запускать в игре но нас не устраивает то что нужно подключать еще один есть файл и захламлять skyrim мы просто хотим анимацию через модуль osa поэтому мы создаем папку куда будем складывать нужные нам анимации я назвал ее один анима единица впереди чтобы она всегда была вверху файлов менеджера но мод органайзере она будет там куда вы уткнете далее скопируйте в эту папку анимацию из мода то есть папку meshes затем сканируйте все внизом кстати не забывайте подключать саму папку все программы запускаемые через мод органайзер будут работать только с тем что подключено если галочка не стоит то и как бы не существует иногда вниз может отказываться сканировать выкидывая сразу ошибку тогда зайдите папку оверрайт и удалите оттуда папку tools он каждый раз и генерировать и в этой версии видимо не может перегенерировать без нашей помощи надеюсь потом это исправит далее запускаем утилиту о селектор также через мод органайзер заметьте на манер вниз о селектору необходимо сканировать папку mods так что позаботьтесь о настройках от предложения отказываемся и жмем кнопку scan folder далее указываем папку mods если хотите просканировать вообще все папки удобно например таким образом найти интересные анимации а уже только потом убедившись что они работают а да они могут не работать и что они вообще в принципе вам нужны переносить их папку анима в нашем же случае можно ограничиться сканированием аниме потому что именно туда мы анимации скопировали вот появилась классическое древо каталогов вы можете здесь назначить иконки анимациям назвать их как угодно лучше на латинице переносить из разных разделов и подразделов туда куда вам угодно в общем делайте что хотите по окончанию можете жать кнопку generate plugin вам предложат выбрать название модуля иконку и главное путь я складываю все в папку моды osa но вы можете например создать отдельную папку или же складывать все в аниму разницы нет главное чтобы вы точно знали где и что будет лежать позже вы сможете сразу открыть модуль и например добавить в него другие просканированные анимации вас сначала спросят закрыть ли этот модуль а затем если не закрывать то удалитель повторяющейся анимации будет таковы найдены полезная вещь уберегает от захламления все готово заходим в игру выбираем пункт анимировать и вот они наши анимации только избегайте моей ошибки не удаляйте нулевую анимацию в позер ходки можно было прервать анимации кнопкой здесь нельзя если вы анимируете себя то можно просто подпрыгнуть и анимации прервется если не себя то все плясать ему до скончания века поэтому всегда во все свои наборы включайте пустой файл анимации он сбросит ее на ноль и персонаж примет нормальный вид некоторые анимации почему-то требует двойного нажатия для активации но в целом все работает без ошибок я сказал без ошибок да дурак есть один баг после первого использования иконки ваших наборов в меню будут дублироваться это не опасно но некрасиво автор оса знает об этом но много лет не может ничего с этим поделать мы и так насилуем скорим во все отверстия наслаждайтесь лучше тем что есть таким образом можно добавить любые анимации из любых модов исключение к огромному моему сожалению составляют стандартные скоримские анимации их не добавить никак также не рекомендую добавлять анимации самого модуля о секс в этом просто нет никакого смысла только место будут занимать есть еще нюанс часто анимации предполагает какой-нибудь предмет например танец вокруг шеста если мод с этим танцем подключен именно как мод то есть с ес п то шест отображается а если просто как анимация увы он будет невидим я пробовал даже добавлять текстуры но нет все решает именно ес п сами выбирайте что вам ближе поменьше ес п или побольше аутентичности что касается модов на позы то их тоже немало но часть опять же платная часть почему-то еще не работали у меня впрочем они все как один для эротического косплея мне бы вот например танец морячка найти но хрен там плавал одна эротика повсюду ну да что уж там а тебе могу рекомендовать во первых мод на танцы любой можете все что найдете я даже гангам стайл нашел там будут располагаться собственно анимации танцев потрошите его и танцуйте блин сказал так будто у нас тут вечеринка в честь бога крови впрочем ладно также есть еще два отличных модуля первые гома перо позес он содержит огромную тучу статичных поз во всех положениях каких только можно и каких нельзя тоже для любителей скриншотов и еще один модуль gs poser вот там анимации уже в основном динамичные и большая часть из них опять же с эротическим уклоном хотя есть и нейтральные опять же по столько что вкупе с прошлым модулем вам этого хватит с головой поверьте хватит около полутора тысячи анимаций всего вам надоест быстрее чем вы пересмотрите все вот собственно и все то что казалось таким сложным было преодолено теперь вы в курсе как работать с физикой анимациями как видите я разобрал не все моменты какие есть модостроение скайрима это потому что я и сам многого не знаю и знаете что и знать не хочу мне этого вполне достаточно а вы теперь пользуясь полученными знаниями сможете сами все изучить и понять если не будете лениться упарились салаги это вам не в майнкрафт наяривать до эдрическое копье мне в пещеру шутки шутками но установка анимации тем более физики действительно выглядит ничем иным как плясками с бубном поэтому я надеюсь что это руководство действительно вам помогло буду рад если вы оцените мой труд а также распространить этот ролик как можно шире по интернету чтобы все кого волнует вопрос физики и анимациями были наконец удовлетворены и сделайте свое доброе дело на сегодня не будьте нвахами ну а с меня хватит а а и